Пистолет от компании Юморекс, модель TDP45. Юморекс это крутой бренд, Юморекс это качественно, красиво, в общем... А, и еще главное, у них всегда практически собственная разработка. Это не там компания, которая закупилась китайскими пистолетиками у KWC, типа, и продает их нам просто под своей маркой. Они прям сами все это разрабатывают, оплачивают там инженеров, и вот все-все вот это. В общем, Юморекс крутые, Юморекс нужно поддерживать, Юморекс нужно покупать. Это честно, такое мое мнение. Так, ну если мы хотим кроме 512 и 654 на рынке что-то иметь, какое-нибудь разнообразие, то нужно подобных ребят поддерживать. Так, на коробке вся необходимая информация. 19 выстрелов, баллоны CO2 это наш источник энергии. Сейчас покажу, где он установлен, я уже его установил. Далее, Steel BB это боеприпас, это такие вот шарики, масса 0.35, а не остальные. Metal Barrel это металлический ствол и система DAO. Я так и не разобрался, что это такое. Здесь нарисован курок и две стрелочки вперед и назад. Что это за система такая, я не понял. Ну, то есть, курка здесь вообще нет, это бескруковый пистолет. Так, в комплект у нас помимо пистолета входит инструкция. Инструкция универсальная на два вида пистолета. Видимо, есть точно такой же, еще и с глушителем, с лазером и вот с планкой сверху. Более такой жирный, интересный. А этот пистолет достаточно, ну, относительно, да, простенький. Ну, и он выглядит очень простенько, но при этом очень качественно сделан. Никаких окалин, идеальное качество пластика. Даже винты они им по максимуму все скрыли, как-то хитро его собрали. Вот здесь только один винтик я вижу. Также стоит отметить, что в дешевом пистолете лучше пластик, чем металл. Прицельные у нас промаркированы, они не регулируются. С другой стороны, шараплюйка, что там регулировать? Он стрелять будет по компасу, по компасу. Затвор неподвижный, курка нет. Это типа страйкер, пистолет, все дела. Все очень модно. Так, и система ствола, кстати, система работы пневматики с подвижным стволом. Кто помнит пистолеты Аникс, это вот реинкарнация, только качество получше, да еще и подешевле, наверное, будет. Магазин здесь на 19 боеприпасов, как было сказано, стальной. Ой, стальной, бля. На 19 боеприпасов магазин из металлического сплава. Так, а ты защелкиваешься, да, защелкиваешься. И вот сюда это отверстие заправляются у нас шары. Много не надо. Ну да, казенная, казенная не жалко. Ну-ну-ну-ну-ну. Камеры это делать не так просто. Много, как я еще раз говорю, повторюсь, не насыпайте. Готово. Так, предохранитель поставил на него. Опа, здесь, и он размыкает полностью наш спусковой. Так, и система установки баллона. Сюда вставляется баллон, и этим винтом подтягивается. Извините, я уже за кадром его немножечко испытал. Так, ну, что о нем рассказывать, давайте мерить. Давайте будем мерить. Мое предположение, что стрелять будет довольно шустро. Ну, давай, дорогой, подальше отойду. Ну, в общем, вы все видели. Пистолет стреляет 125, то есть, бутылки стеклянные, от шампанского, от чего угодно, там, жестяные, вдребезги. Это без проблем. Стальные шарики, кстати, обладают отличной проникающей способностью. То есть, со стеклом они справляются вообще прям на ура. Ну, собственно, для этого он и нужен. Это развлекательный пистолет для того, чтобы, там, заниматься так называемым блинкингом. Ну, так он называется, да, по-иностранному. А у нас это просто, ну, развлекательная стрельба по банкам, жестянкам, бутылкам и так далее. Пистолет недорогой. Цену я не знаю, но он не выглядит дорогим. Все очень простенько, никаких блоубэков. Кстати, отсутствие блоубэка. С одной стороны, минус, да, меньше у нас веселых впечатлений и ощущений. Кстати, я обманул вас. Прицельные регулируются. Тут есть винт, но, по крайней мере, целик можно двигать. Правда, только влево и вправо. Регулируется ли вверх-вниз, сильно сомневаюсь, но влево-вправо можно. Так что, извините, что обманул. Пистолет простой, легкий. Да, про блоубэк. Блоубэк, с одной стороны, минус. То есть, у нас меньше веселья, затвор не ходит. То есть, мы не как будто с настоящего стреляем. Но, с другой стороны, пистолет становится более эффективным. То есть, пистолеты без блоубэка, как правило, более точные и более экономичные в плане газа. Если пистолет без блоубэка выстрелит в нормальную погоду, там, плюс 10, выстрелов 60, без особой какой-то потери скорости, то пистолет с блоубэком после 40 уже начнет просто пулями плеваться. Так что, тут еще вопрос. Хорошо блоубэк или плохо? Если эффективность, то отсутствие это хорошо. Если хотите просто повеселиться, пошмалять, там, не целясь, то плохо. Так что, каждый выбирает для себя по своим задачам. Ну и, в конце концов, Юморекс. Пистолет здесь, ну, очень хорошо, очень качественно собран. Выглядит страшноватенько. Хотя, сейчас, да и Глок, как бы не красавец. Просто мы к нему привыкли, наверное. Фишка больше в этом. Наверное, потому что не привыкли. Он так странно выглядит, как мне кажется. Так, ну и не забывайте подписываться в Инстаграм. Там у нас еще есть дополнительный контент с пневматикой, схай, прочими такими штуками. И пользуйтесь купоном, вот, промокодом на скидку. Вот, просто пользуйтесь.